Всем привет! Появилась идея поделиться опытом пользования своего каркасного бассейна. На улице лето, жара, 25 градусов, поэтому забава очень классная, с тем учетом, что в этом году никуда не выехать за границу. Про сборку, установку и так далее рассказывать не буду, про это очень много разных видео на ютубе. Смотрите, забивайте поиски, их немерено. Расскажу в целом про опыт пользования и что купили, потому что для бассейна купили очень много всего. Сам бассейн сам по себе это одна из деталей, которая вам пригодится, если вы захотите пользоваться такой штукой. Покупается очень много всего. Берется сам бассейн, обязательно хорошая фильтровальная установка, по ней расскажу отдельно. Бассейн ставится на подложку. Бассейн Интекс, подложка тоже Интекс. На бассейн сверху есть еще крышка Интекс тоже. Берется скиммер, если хотите, чтобы в вашем бассейне было сверху все чистенькое. Если хотите, чтобы было тепло, то можно еще взять солнечные коллектора и, конечно же, набор для очистки непосредственно. Это водный пылесос, сачок, ну и так далее. Там куча всего. Вся эта забава стала примерно в 700 рублей белорусских и покупалась под Новый год. То есть все планировалось заранее. Почему под Новый год, а не сейчас летом? Потому что сейчас все это стоит почти полторы тысячи рублей. А под Новый год, когда товар абсолютно не ходовой, на него очень большие скидки. Таким образом, сам бассейн, который сегодня стоит почти 300 рублей, а это Интекс 76 в глубину и 366 в ширину, обошелся в 189 рублей. Фильтр-насос Bestway, модель 58-515, если не изменяет память, песчаный на 2 кубометра, обошелся в 199 рублей, когда сейчас он стоит за 300. Солнечные коллектора по 50 рублей, крышка с подложкой по 30 рублей, если не изменяет память, и набор для очистки Интексовский, индекс не помню его, 99 рублей. Там водный пылесос, сачок, тизископическая ручка длиннющая. В общем, очень нужные вещи, без них, если честно, совсем никак. Позже расскажу почему. Про то, как мы поставили бассейн. Участок у нас немножко под углом, совсем чуть-чуть, а бассейн должен стоять ровно. Поэтому обратите внимание, бассейн стоит на импровизированном постаменте. Причем, если в начале у нас идет 0 земли, то здесь, по этому углу, он поднимается примерно на, ну, сантиметров 15-20 в самой высшей точке. И здесь насыпано в уровень нехило земли, ну, примерно тачек 80 я точно сюда перевозил, очень много земли. Все в уровень выровнено. Поверх лежит брезент. Кому интересно, в конце видео будут фотографии последовательно, как делался этот постамент. Потом идет 3-х сантиметровый пеноплекс на всю ширину. И в конце уже идет на пеноплекс подложка. Спрашивается, зачем нужно вообще весь этот пирог лепить. Можно, конечно, и без него было просто поставить на траву. Но совсем не хочется, чтобы все это дело гнило. То есть, если на траву ставить бассейн, под бассейном вся трава, конечно, сгниет. Все это умрет. Так он стоит на земле фактически. Из-за пеноплекса бассейн не промерзает. Причем это очень ощутимо. Обычно ночью, когда холодно, земля очень сильно мерзнет. И уходишь вечером спать. Бассейн примерно 28, в хорошую погоду, 28-27 градусов вечером остается. С утра приходишь, он 27-26. Если бы не было пеноплекса, он бы остывал примерно до 20 градусов. А это очень много. Вот здесь получается 16 метров пеноплекса. Квадратных. 4 на 4. И все красиво, все отлично, все ухоженно получается. В бассейне использована бескислородная химия. По ней будет отдельное видео. У соседа бассейн был бесхимии. За 4 дня он полностью зацвел, превратился в зеленое болото. У нас бескислородная химия МакЭко, точнее кислородная химия МакЭко без хлорки. И полторы недели вода как была прозрачная, а вода залита не из озера, не из скважины. Обычная водопроводная вода чистенькая, красивая, подготовленная. Вот полтора недели она как была залита, так и осталась. Ничего с ней не случилось. И, конечно же, куда без всяких интересных примочек. Такие вот подстаканники. Тема вообще супер, ровно под банку пива. 9 рублей 3 штуки в комплекте. И автоматика. По ней тоже будет отдельный видос. Даже когда нас нету, насос сам включается и выключается. Чтобы было все красиво, под насос построен вот такой вот импровизированный домик. Закрывается на замок. Первое, чтобы никто не спер. Во-вторых, чтобы всю эту конструкцию не заливало. Очень жалко. Ну, плюс электричество проведено, чтобы ничего не коротнуло. Не дай бог, как-никак электричество. Ну, дополнительная розетка для освещения. Ночью у нас на бассейн светит прожектор. Бассейн, тема классная. Честно, очень довольна. По каждой детали сниму отдельное видео, чтобы вам было понятно, что для чего. Ну, и в целом поделюсь своим опытом использования данных вещей. Забава просто супер. Рекомендую. Сам купаюсь каждый вечер с семьей, не вылази из него. Поэтому, кому понравилось, подписываемся, ставим лайки. И ждите новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok